Блаженны и три блаженны люди, которые слышат Божье Слово. Блаженны и три блаженны люди, которые читают Слово Божие. И во много раз блаженны те, которые исполняют Его. И вот сегодня, собираясь в храмах Божьих, мы слышим, как за Божественной Литургией Святая Церковь предложила нам Слово самого Иисуса Христа. Вдумайтесь, мы не просто сегодня читали с вами книжки или молитвословия. Мы с вами сегодня слышали в храме Слово самого Господа нашего, распятого и воскресшего, и снова грядущего, судить живых и мертвых, Господа нашего Иисуса Христа. А что Он сегодня хотел и сказал верным Своим? А Христос говорит сегодня очень серьезные вещи. Мне хотелось бы вам прочитать эту короткую притчу, которую сегодня сказал Христос. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. Рассуждал сам с собою. Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. Уже этот вопрос человека, что мне делать? Так много урожая собрал. Святые отцы сравнивают этот вопрос с вопросом нищего, с вопросом бедняка. Что мне делать, Господи? Нечего мне одеть, нечего мне есть. Негде мне жить. Что мне делать, Господи? Что сотворю по-славянски? То же самое говорит и богач. Почему церковь называет его безумным? Потому что сам Христос называет такого богача безумным богачом. Не всякое богатство безумие. Богат был и Авраам. Богат был и Моисей. Богат был и царь Давид. Но многие употребили богатство свое во благо. В Бога богатея. А на этом богаче Господь показывает пример обратный. Что же мне делать, как нищий, говорит этот богач? Куда же мне его теперь девать? Вы слышите, что у богатых свои слезы. Богатые, оказывается, тоже плачут. Что ж теперь делать? Вот пришли деньги. Что делать? Вот это, вот это. Житница есть. Сломаю. Деньги-то есть. Новые построю. Новые, большие построю. А если завтра или в следующий год еще урожай будет больше, и те сломаю. Новые буду строить. Вот как бы так рассуждает этот богач, который думает, что все богатство его. И дальше Христос говорит. И сказал, вот что сделаю. «Сломаю житницы мои и построю большее, и соберу туда весь хлеб мой, и все добро мое». Вы слышите? Безумие богача. Хлеб мой, добро мое, не Богом данное тебе на время, для временного употребления. Мое все. И урожай мой, и деньги мои, и на карточку пришло мое. Бога богатство, богатство и сокровище. Что же мне теперь с ним делать? И дальше продолжает Христос эту удивительную притчу. «И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Безумный богач даже себе долголетие обозначил. На много лет теперь жизни моей у меня собрано». Какое безумие человек собирает на долгие годы своей жизни, а не знает, что она может оборваться в эту же ночь, в сию же день. И продолжает Христос. «Душа моя, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Может ли душа есть, может ли душа пить, может душа веселиться. Вот выше проситься душа может». А тут говорит совсем о другом. «Наслаждайся», как у нас мы часто слышим из средств массовой информации. «Гуляй, душа». Смотрите, откуда это слово. Из Евангелия. Из уст безумного богача. «Веселись, пей, наслаждайся. Гуляй, душа, не помни о том часе, который настигнет тебя внезапно. И куда денется все, что ты собирал?» Но Бог сказал ему, «Безумный, в сию же ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» «Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Короткая притча. Но сколько в ней смысла? Не для богача, а для каждого из нас. А в кого богатеем мы с вами? Или когда у нас прибудет, и мы начинаем так, куда теперь это деть? Что сотворю? Что мне теперь делать? И вот здесь, дорогие, хотелось бы как раз обратить ваше внимание на глубинный смысл этой притчи. Эту притчу толковали многие святые отцы. Вот только некоторые из них. Вот удивительное толкование этого места, дорогие. Святителя Василия Великого. «Познай, человек, даровавшего, вспомни себя самого, кто ты, к чему приставлен, от кого получил это, за что предпочтен многим. Ты служитель благаго Бога, приставник подобных тебе рабов. Не думай, что все приготовлено для твоего чрева, о том, что у тебя в руках. Рассуждай, как о чужом, а не своем. Оно недолго повеселит тебя, потом утечет и исчезнет. Но у тебя потребует строгого в этом отчета, а ты все держишь в заперти, за дверями, за запорами, и, приложив печать, не спишь от забот и раздумываешь сам с собою, слушаясь безумного советчика себя самого. Что мне делать? Что сотворю? Следовало бы сказать, наполню души алчущих, отворю свои житницы, созову всех нуждающихся, буду подражать Иосифу, являя человеколюбие, произнесу великодушное слово. Все, у кого нет хлеба, приходите ко мне, как из общих источников, приобщись, дарованный Богом благодати, каждый, сколько кому нужно. Но ты, ты, обращает внимание, Василий Великий, к читающим и слушающим. Ты не таков. От чего же? От того, что завидуешь людям в наслаждении и сложив в душе лукавый совет, заботишься не о том, чтобы дать каждому на ночь, что нужно, но чтобы все, захватив всех, лишить возможной от тебя пользы. Близко были пришедшие за его душою, а он рассуждал в душе о явствах. В эту ночь похищен он, а еще мечтал о наслаждении многие годы. Дано только ему время обо всем передумать и сделать явным свое расположение, чтобы потом услышать приговор, какого заслуживало его произволение. Да не будет всего с тобою, слушатель и читатель. Для того и написано сие, чтобы мы избегли подобных поступков, заканчивает толкование на это место святитель Василий Великий. Так, дорогие, очень серьезная притча. И треблажен тот, кто ее услышал. Три блажен, кто ее еще раз перечтет. Но во сто крат блажен, кто ее постарается исполнить. Что значит Бога богатеть? Вот сегодня многие из вас оставили свои житейские дела и пришли в Божий храм. И это ваше богатство. Когда встается богатство? Возьмите в любом направлении, в любом производстве, в любом, как скажем сегодняшним словом, бизнесе. Человек сначала о нем узнает. Потом начинает уделять этому направлению своего развития время. Причем достаточно много времени. Иногда день, иногда по ночам, иногда командировки, иногда уходит прямо и на семью нет времени. Потом он об этом узнает. Потом понимает, что многие этим занимаются, и надо знать свое направление дела лучше других. Надо его знать отлично. Чтобы работать хорошо, нужно хорошо знать свое дело. Это в любой отрасли. Промышленности, в экономике, в искусстве, где бы ты ни был. Художник, если начнут плохо рисовать, никто картину его не приобретет. И вот человек уже учится, читает, повышает квалификацию, уделяет время, не спит, иногда не ест, работает, чтобы заработать. Он богатеет в себя. То есть он приобретает, вкладывает, потом снова вкладывает, снова проценты на проценты. И вот этим у него уже вся жизнь закручена. А Господь говорит о богатстве не в себя, а в Бога. Что это? Точно так. Сначала надо узнать, кому мы служим, как его вообще зовут? Иисус Христос. А что я в нем знаю? А мало что знаю. Ну, знаю, что родился, знаю, что распяли и воскрес. А то, что придет опять и спросит, вот все, что он написал, это же не просто сказано кому-то, это мне сказано. А я в богатею в Бога? Стоп. А что это значит? А почитай. И человек начинает уже узнавать. А когда узнал, начинает уделять этому больше времени. И уже богатеет через чтение, он уже приобретает сокровища, на небесах. Никогда не считайте потерянным время чтение Евангелия. Считайте потерянным день, если вы Евангелие не читали. Вот это день потерянный. Ты что-то купил, приобрел, ты все оставишь. А если ты Евангелие не почитал, снова Бога не услышал, не оживил свою душу, то есть не приобрел для души своей. Значит, ничего не приобрел, значит, все потерял. День впустую прожил. Поэтому, дорогие, кроме того, что мы должны читать, мы должны научаться молиться Богу. То есть просить у Бога, потому что Он податель всех благ. Значит, нам нужен уже живой разговор, а я не умею, молитв не знаю. Вот тебе молитва слов, читай. И ты уже свое время уделяешь на приобретение духовных сокровищ. Ты приобрел сокровища веры, потому что вера от слышания, а слышание от Слова Божия, и ты уже богат, но богат духовно, Словом Господнем, Словом жизни, Которое не умрет никогда, оно и других спасет. И когда ты уделяешь этому больше времени, ты понимаешь, что ты не просто тратишь время впустую, ты богатеешь, ты становишься счастливее, ты становишься спокойнее, ты становишься радостнее, потому что видишь путь, которым ты идешь, не только по этой временной жизни, но перед тобой открывается небо, и ты понимаешь, что ты житель неба, а не земли, и собираешь уже туда, даже приобретенное, ты понимаешь, как потратить. Всякая мелочь, во славу Бога, сделанная, это приобретение. Никогда не думать, ну вот надо было, вот что осталось, что-то там, ну давай пожертвуем там, может быть там что-то нужно на храм. А сколько нужно к Рождеству подготовить престольный праздник. И роспись закончить, и хоры расписать. Вот кто хочет разбогатеть, милости просим, вон стоят сокровищницы ваши, это не наши сокровища, кружки это ваши сокровищницы. Пришел и что-то от приобретенного еще опустил, вот ты уже побогател, вот ты уже в Бога разбогател, а не в себя. То, что ты взял, кулачок сжался, все, вот это не твое. А когда умрешь, кулачки разжимаются, и в кулачках ничего не собирается. Ручки складываются специально, чтобы обозревали все у гроба. Знаете почему? Чтобы люди видели, люди складывают развернутые кулачки крестообразно. Что в этих кулачках ничего нет, один крестик, один крестик. А ты богател в Христа, которого потом во гробе держишь. Или ты думал, что в кулачках ты что-нибудь сохранишь. Ничего. В гробу карманов нет. Ничего с собой не унесем. И поэтому тот, кто уделил время, уделил средства, вот тогда ты уже ищешь, кому бы еще помочь. Вот тому давай. А вот этому хорошо. А вот этому то уже вроде бы не с чего помогать. На! Господь не оставит. Может быть всю же ночь и мою душу заберут. Кому я оставлю все, что заготовил? Я приводил уже пример, приведу еще раз. Я отпевал одного человека, богатого. Нас приглашают отпевать людей, которые прожил все и нажил. Говорят, я для детей, батюшка, живу для детей. Это же все им останется. Ой, не знал он, во что разбогател. И вот, когда я уже собирал требную сумочку, кадила, требник и петрахильку, слышу, сзади начинает уже дележ. Значит, твоя мебель, моя квартира, твоя машина, мой гараж. Я говорю, слушайте, дети, еще гроб вашего отца в доме, а вы уже делите то, что он вообще вложил в свою жизнь для вас. А потом ссоры, а потом суды, а потом драки, разве этого не слышите? Что оставил человек? Детям, говорю, все оставлю. Но ты не в Бога богател, ты в детей богател. Поэтому вот в Бога богатеющий кто в храм приходит? Вот время потратили сегодня, ну что я приобретел? Постоял. Да ничего подобного, вы сегодня другие уйдете. Сегодня вы уйдете другие из храма. Вы уже думать будете, Слово Божие будете читать, потому что оно к вам, каждому из нас. Богатейте в Бога. Но самое главное сокровище, дорогие, это божественная литургия. Кто за божественной литургией был? Тот в тысячу раз разбогател. Вот стойте и богатейте в Бога и всегда знайте, что ты пришел и что-то уже прочитал к литургии. Я узнал о ней больше, я теперь стою и понимаю, ты уже богач. Я хочу сегодня казаков поблагодарить. Вы слышали, как они сегодня пели? Вот сегодня они разбогатели. Просто стояли, как нищие пришли, вот стоят как все, а потом ну да давайте пойте. Господи, помилуй, уже богаче. Да как спели молодцы. Радостно, приятно было. Даже батюшки пересмотрелись в алтаре. Наши казаки поют. Смотрите, как богатство приобретается. То есть, ты ничего не купил, ты ничего не приобрел, кажется. Ты просто выучил новое песнопение. я убежден. Я еще сегодня спрошу на сходе у них. Почувствовали вы себя чуть-чуть богаче, разбогатевшим. Я убежден. Каждый, кто сегодня участвовал в литургии, пел, стал богаче. Потому что я что-то новое сделал для тебя, Господи. Не для себя же я спел, правда? Для Бога спел, для храма Божия. И люди стоят и говорят, вот это наши казаки. И с следующего воскресенья приду еще. Смотри, ты богатства поделился сколько. Потому что в тысячи раз богатеет тот, кто за литургией приходит. Но еще хочу сделать вас миллионерами. Миллион приобрел тот вне всякого сравнения с миллионом земного посчитанного сокровища, кто сегодня причастился к святых христовых тайн. Этому сокровищу нет цены. И те, кто сегодня причастился, это поистине духовные миллионеры. Приходите, богатейте в Бога, братья и сестры. Вот только здесь мы выйдем духовно богатыми. А тогда и нужно раздадим кому нужно и Бог пошлет тебе еще, потому что Он знает, что ты это богатство не в кулачок сжимаешь, а на доброе дело даешь, на Божье дело раздаешь, значит в Бога богатеешь. Аминь. Аминь. Аминь.